Всем привет, мои хорошие, мои любимые, бегу с Игорем навстречу, прыгнув в первую маршрутку, забавшись, надо что-то с ним сходить куда-то, у меня вот так как куда-то идти, мне больше ничего не надо, я люблю шляться, ой, так стыдно разговаривать, люди оборачиваются, кошмар, это звон у меня на Игоре же. Игорюнька, бегу, 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 ой, боже, истерика, где ты, только 10 минут прошло, я иду возле мосты, дохожу до эскалатора, где мосты, я снизу шел, с под моста, ааа, я тебя бачу, бачу, рука выше головы, ино так балакает, ага, стоит жук. Красный, как перепелка, вон, вентей, на той стороне, в красных труселях, сорты, как. О, ты горел, я трансляцию делаю, ты меня будешь, я бегу. Ой, ну пацан, пацаном, вообще, ну что тут сказать, ну, это пацан, пацаном, прекращай. Игорь, ты знаешь, что, я вчера люди. Ты знаешь, что, я вчера взял, ты не обидешься, взял же твою эту флюорографию, а там адрес написанный, а я не побачил. Ну, я потом, я уже закрил видео, я вырежу и вышел. Хорошо, 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 ну я вырежу. А вдруг вот у человека бывает, ну, Игорь, просто, чтобы все знали, я не знаю, дивился, а ты не дивился. Не, ну там же ничего не было, если было в такой, я думал, я смотрел на печать именно, понимаешь, а там выше был адрес. Куда мы идем, скажи? Мастерскую? Я целую мастерскую. Сейчас передем, а тут, кстати, очень хорошее, вот это на углу, да? Там вообще такой мастер хороший, он, видно, что любит свою работу, он так все, я там несколько раз ремешок переделывал, Леша туда ходил, ты молодец, там мастер прям он любит свое дело, что ты любишь, ты бы есть конфетка собрать, да? Нет, ты звезда, что как-то. А мне вот стыдно вот так снимать, я сам бы не смог вот здесь, мы с тобой, я так не могу вот этим в толпе снимать, вот стыдно, а тебе было стыдно? Я бы вообще этого не делал. Будешь в квасов холодных, да? Потом выпьем с тобой, сделаем сейчас часы. Ну надо кваса выпить. Квас-то можно. Вот это, знаешь, кстати, говорят, что когда вот эти фрукты продают у дороги, что они свинцом напитываются, что нельзя покупать у дороги, понял? Ага. Что-то эти высоты машины все. Ну хорошо. Ага. А что тут? А то, что вы такое отмачиваете? Ну то я не знаю, может быть. Это ничего? Ну это точно. Ну что, оно тут полежало, оно человек пришло. Нет, ну металлы, вот эти тяжелые металлы. Очень вредно, говорят. Так ладно, все, мы идем. Где-то тут на углу часовая мастерская. Вот эта дверь, по-моему, деревянная, открытая. А вот написано часы. Часы, ремонт. Там очень хороший мастер. Очень хороший. Там возле остановки трамвайной прям. А где же оно? Вот оно. Все равно? Ой, а где часы делают, не скажете? А, сюда, да? Здрасте. 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 Вот как вы оцените его? Я хотел бы больше спросить. Вот он из нас тут. И что? Каминные часы. А у меня по-самому цеперланта нет. А? Ничего? Не-не-не. Часы надо сделать. Может, я не правил вам объяснить? Ну, вот сколько он денег стоил? Ну, я просто имею ввиду, может быть, на батарейке их можно сделать. Механизм сзади вставить такой, чтобы... Ну, это очень хороший. Вот это я имею ввиду. Ну, вот это основу витаминскую флору. Ну, надо же как-то, чтобы оно ровно было. Как ты там будешь прикручивать, Игорь? Может, нет. Слышишь, Игорь? А как оно там крутится? А, оно по-любому крутится, да? Ну, очень просто. Оно вот тут вот достается. Не-не-не. К самим часам, если вот это прикрепить, оно потом не будет иметь значение, Игорь, как оно крепится? Хоть так, хоть так, да? Нет. Ну, 12 есть 12. Ну, я понял. Тут просто 4 пола. А, да. А тут винтом вот это зажимается. Ага. А вы сейчас можете, да, это сделать? Да. Стрелки у меня большие. Они больше, чем циферблат. Больше. Ну, можно укоротить. Прямо вот сюда вылазят? Да. Прямо на улице будете сквозить. Просто оно вот дальше, как бы вот этого... Не, надо уменьшить их. Подожди. Там закрыт. Стрелки вот они у меня. Ага. Вот. Поэтому я вам могу дать, а вы там уже укорачивали. Думаю, это не буду. Не будете. Потому что я могу сделать, вам не понравится. Не, ну чего. Прямо сразу вот по циферблату, вот как оно должно быть. Делайте, делайте. Можно, да? А чем можно это сделать? Как ваши ножницы. Ножницы. Дело в том, что потом же, даже если вы сделаете... Ага. Вам придется ее как-то немножко об это самое. Обточить. Стрелки из такого не очень качества. Вы же где-то китайские. И поконсультируйте меня. Ааа. А нету таких стрелок, чтобы были тоненькие? Нет, без вот этого фигурки. Вот просто, чтобы тоненькие. Чтобы можно было обрезать. И чтобы, да. Потому что, если эти обрезать, то не штуг ты был. А как вам эти красавицы отбывающие? Вот типа таких вот. Вот чтобы оно... Есть, да? О, отлично. Абсолютно ровные стрелки. Я просто для них сразу. Вот оно получилось. О, так же лучше, правильно, Игорь? Чем те, которые вот эти были. Да. Как ты их обрежешь, если оно толстое. Прошу прощения, тут все правильно сказали. Вот. Вот. Ну, ты сможешь это запросто дома сделать. Сейчас можно прикрутить. Конечно. Ты дома... Оно минутное, секундное вы скажете где, да? Да. А тут совершенно, где больше... Это самое. Вы поставите так, да? Что... Где больше диаметр, там... Часовая, да? Да. Это часовая. Ага. Это часы. Вот минуты. Это минуты. Минуты надо чуть-чуть побольше. То есть, побольше, да? А часы поменьше. Ну, я помню. Ну, это секунды. А это секунды. А секунды... Оно влезет, Игорь? Там стекло... Секундную можно не вставить. Это же не обязательно. У вас же на агате, если там действительно агат, на агате секундной стрелки нет. Мне кажется, ни к чему она. Да. Она же на агате ее не стоит. Она ни к чему. Она и другого цвета. Она должна быть другого цвета. Просто она ни к чему. А вот это можно подрезать. Чуть-чуть короче вот эту часовую. Чуть-чуть длиннее секунды. Сделали часы. В общем, 60 гривен. Вот такие стрелочки. Ну, красиво. Лучше, чем эта красная. Не надо она ни к чему. И вот это обрежешь тебе. Как-то надо, чтобы не повредить... Ну, то есть я хотел, чтобы он сразу. Чего он не захотел обрезать? Я не понимаю. Чего они это не делают? Ну, он очень хороший этот мужик. Он нормальный. Стрелки какие-то или такие надо? Игорь, какие ты хотел? Слушай, ты хотел именно такие, знаешь, как под старину? Нет, а других стрелок нет. Какие под старину? Я просто говорю, что... Ну, со временем... Если ты в других часах где-то увидишь, когда-то вдруг дойдет, ты можешь поменять запас. Сейчас тебе будут... Вот это останется, желтая красивая. Вот это не выбрасывает. Хорошо. Так, значит, два назад. Что? Давай, что? Давай, что? Давай, что, давай. Давай, что? Мне сейчас надо дырке шоколадку купить. Ну, давай купим. Моя одноклашки. Днед рождения, да? Наша артистка хура. Потом надо походу зайдем в Вощадбанк, заберем ее в кашельку. О господи! Всё? Пошли! Это наш центр города. Первый трамвай. Зашли с Игорем в это Франсуа. Игорь не захотел. Хотел отдых. Не хочет кушать. Кажет, котлети с собой там взял. Взял Наполеон. Безалкогольная Махито. Пробуй, ты пил Махито? когда-нибудь оно такое там и по лимон лайм мята и спрайт и такое на это ледышек ну да это лед и наполеон кстати вкусный наполеон не такую штуку двойной этот зал ты точно не будешь я таки кушай в гостях у сказки знаешь такая бабка такая была в гостях у сказки когда читала там помнишь сказки были детские и тетка из терема такая выглядывала и закрывала ставку она так вот с двумя что-то там да такая слушал и молодец пошли в театр сигаринкой жара на улице как-то мы сегодня что-то еще не так да жарко как обычно не так но обещали опять зной давай звони не знаю где-то там стоять а он тут у меня заправил Вечна любовь, верны мы были ей, В то время зло для памяти моей, Чем больше дней, глубже рано вне. Все слова любви, безумный крик сердец, Слово твои, и слезы, наконец, как поцелуй, И все тянется давно, я уйти. Деви есть. Он только сел в авто. Хай бог мне. Только сел. Ну тут как чукча тоже. Только сел в авто. Я купил две открытки в Одессе. Не могу найти, представляешь? А, ты ему купил две открытки? Ой, какие красивые вот эти штучки. Ну слава Богу, что тебе понравилось. Потрясающе просто. Ну ты уже так хвал. Ну понимаешь, мне вот что-то напоминает такое. Вот Света, она, знаешь, вот такие, там смотрят мальчик в шароваров. Ну вот мне это не очень нравится. Я говорю, а мне очень. Мне это напоминает мое детство. У нас все ходили, знаешь. А Свете понравилась вот эта игрушка, да? Я же к маме заходил и к маме тоже. Красота. Ну слава Богу. И вот тут. Вот как дворта. Я прекрасно тебя понимаю, что это. Потому что я всегда представлял, ну ты так, а я представлял, что рот вот тут. Вот тут, да? Ну типа вот тут. Ну то есть ты захватываешь это. Ой, ой ты девчи... Это в рот. Я в рот. А в рот, понимаешь? А если... Ой, ой, ой ты девчино, зориха зерня. В чем твое серденько колюче терня? В чем твои устонька тиха молитва? А твое слово острое, как бритва. В чем твои очи сяют тем чаром, Счету запалю я сердце пожаром. Вот нормально, да? Таким звуком ходит, только не форсирует. Сердце, сердце пожаром. Мне все сердце нравится. Не нравится? Почему? Не надо его грузить. Нормально. Не, не грузить, оно должно быть, мне кажется, Сердце пожаром. Так а что? Не знаю. А если продержать? Сердце пожаром. А так тоже не нравится. Тоже хорошая. А мне не нравится. Она как? Перекрытая. А нет, это что за нота? Соль. Она такая и должна быть. Кто-то ее просто зацепил, а это подержал. Она такая и должна быть. Открывать нельзя. Что-то запалю я сердце пожаром. Не дави ее. Ты взял. А потом дай мне, что ты возьми, а корень. Соль. Вот чтобы она лежала. Что-то запалю я сердце пожаром. Сейчас лучше, да? Открыл. Открыл, да? А мне сейчас лучше. Что-то запалю я сердце пожаром. Может быть, но это не профессионально. Да? Он должен прикрыть. Прикрыть лучше. Ну тогда у меня сердце. А мне не нравится. Эй. Значит ты не слышишь как надо. Мне о него я говорил. Когда первые ноты у меня не получались. Фа диез и соль. Особенно фа диез. Он говорит, пусть она лучше будет перекрытая и глубокая, чем она будет открытая. Но потом она выйдет куда надо. Что-то запалю я сердце пожаром. Открыл. Открыл, да? А ты открыл. Что-то запалю я сердце. Сердце. Вот сейчас лучше. Ну только сразу возьми и держи. А сразу мне нравится, когда берешь сердце. Понял, что я имею в виду? А ты сразу, я понял, что ты имеешь в виду. А ты сразу. Что-то запалю я сердце пожаром. Но когда ты не будешь подключать вот это. У тебя не будет захватываться масса вся. Оно будет только точка головы. Ну я вот видишь. Что-то запалю я сердце. Сердце. Да. Не надо. Вот туда. Я делаю сердце. Но ты сразу бери. Что-то запалю я сердце пожаром. Сер-це. А ты сразу попалю. Сер-це. Туда же. Сер-це пожаром. Вот это она. Что-то запалю я сердце пожаром. Надо тренироваться. Вот это она. А потом меньше силы. Вот мне кажется меньше силы. А я открываю. Понимаешь? когда меньше открыто мне так легче открыто будет наоборот такой как-то открыто я не могу не бери, не ковыряй все, все аккуратно удоври что-то запалюет сердце пожара продержи она будет вот такая что-то запалюет сердце думай об этом знаете как Троянова говорила гортани одной ну сейчас дай я попробую тут найти еще надо эту гортань вот у меня одна говорила вот это твой голос а мне наоборот удобно, а мне наоборот удобно 50 лет будешь, а ну причем тут еще то заболюет сердце пожаром связки у тебя берут, теперь дыхание, дежурно но мне вот это я понимаю Игорь это не то вот когда у тебя уколы вот у меня Герт нашел вообще без здравствуйте, 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 можно отключить на минуточку? Звонила тут некая Витальвова из Мельбурна, Австралия, поставила номер телефона, хочет вас пригласить куда, в Австралию? да а это может быть по вот этой поездке, что... понятия не имею она звонила просто на телефон администратор пригласить меня или театр? да, нет, вас а, меня? да, так что все ходите там отрежьте, оторвите, перепишите она, я давала телефон режу правления, думала, что они вам передадут, а они все не передали, да? господи, нет поэтому, она говорит, наверное, вам будет дорого, знаете, как бы есть вайбер, ватсап, ну как-то ну спасибо вам большое, спасибо, да? да, если будете остаться хорошо, если буду вас править, зайдем спасибо мы ждали тебя, Леша, к 11-ти хорошо, вы могли меня ждать и к 7 утра к 7 утра в общем, у нас тут обедаем, уже репетиция началась просто слава богу, что никого нет, Леша когда есть когда есть а когда нет ты знаешь, что мы придем мы тебя ждали, мы чёртишь сколько сегодня дел сделали да, если б ты не чёртал, то ты была вчера я не матюкался, между прочим в видео я сказал, глянь это 4 четверти 4 5 6 7 6 4 4 4 6 5 8 Зима прекрасная, пора, лечу. Четыре четверти. Это он катается. Да, на четыре четверти. Ты за ним смотришь. Оливайся, зимний город, белоснег. Четыре четверти. Саша, заберите стол. Давай стол заберем. Михаил Михайлович, говорите мне, чтобы оно фальшиво не было. Как не сказать? Сейчас, сейчас, сейчас. Чтобы не было фальшиво, ты вообще не думай о стихах. Говори, как ты говоришь здесь. Руки мешали. Чурикова говорила, руки мешали. Поставь на пояс. Выкатил. Да нет, не в том смысле. Это я шучу. Чурикова говорила, руки мешали. Одевайся, зимний город, белоснежный свой наряд. Я люблю пургу и холод. Мне приятел снегопад. Мне приятел снегопад. Мне приятел снегопад. Зима, прекрасная пора, лечу я словно птица. Связит снежок и тканек, мне не остановиться. Я люблю смотреть на звезды. Я люблю смотреть на звезды. Нет, не пой, а просто вот так. Это я понимаю. Я сам был. Стаката разговариваю. Я люблю смотреть на звезды необъятные. Поднимаюсь в небеса. На небеса. На небеса. На небеса. Вот так вот стакат. Это же стихах. На звезды. Смотри, в это время. Поднимаюсь на небес. Я люблю смотреть на звезды. Украшаю холод, грозный. Я пищу, пронзу чудес. Вот такие вот штуки надо делать. Какие? Да. Мне, да? А ей, да? Я люблю смотреть на звезды. Нет, смотри. Вот смотри. Вот смотри. Ты выходишь. У тебя голова вот сюда. Вышла. Голодый грозный. Смотри. После этого ты поворачиваешь голову на звезды. Ты делаешь так. Оценку. Да. Как двоечник перед господиной. Я знала, где тебя искать. Я оттаскала срок. Перешла. Вторая. Вторая. Две вторые. Это... Ты снова поспешил? Ты снова поспешил. На ледок. Да. Ты снова поспешил с утра на ледяной каток. А теперь смотри. Поем. Ты от рассвета да темна, зальками чертишь лед. Вот так смотри. Ты от рассвета да темна, зальками чертишь лед. Нет. Убери академический вокал. Вообще. Почти речи-то. Ты от рассвета... То есть, что такое брать академический вокал? Нет. Не надо тернуть ноты. Обрывайте их. И от рассвета да темна, зальками чертишь лед. Вот и все. Так тебе, Игорь, тебе воды... Воды наливать? Горяченько. Вот такое. Горяченько. Что ты как ледко не кушаешь, Игорьок? Потому что я вам оставил. А мы тоже оставили. А мы тебе оставили. Да, конечно. Что? Я не буду, Игорь. Ну, кушай возьми. Ну, ты уже знаешь. Леша, ты знаешь будешь. Ага. Я не хочу. Ага, такой. Ну, вот так. Ну, если только так. Я не знаю. Я вчера не удалил. Я сказала, что я там где-то пойду, а я не слышу. Да ничего, я верну. Я отмонтировал. Просто там в Игоря. Завтра мы идем на чебуретки. Да еще никуда не идем, Лися. У меня завтра куча другое. Не на чебуретки, чебуретки. А на чебуретки у гостя, где сам будет их сам выпекать. Ага. С тисками все это было? С ногами. С ногами. С ногами. Не знаю. Мне тяжело вот эта вот постановка. Как говорить стихами. Я смотрю, это было бы смешно. Это было бы смешно, если бы это пало на тебя. На этом самом пообливала водой. Как обычно видит. Набрала в рот и крыла. Ну зачем? А люди написали в комментариях, что как это мама поила. Ну да. Говорит, что это... Сколько тебе лет было? Ну не знаю. Может года четыре. О боже. Ничего себе. Я думал это вообще грудной ребенок был. Ну как бы я помню. Там многих аппетит поиспортился. Ха-ха-ха. Ну хоть что-то приятное сделал. Что всем стало плохо. С братом делился. Поживал звать. Куда у брата. Нет. Ну блин. Мне казалось, что у всех. Я говорю, АТМЛ придумают. Ну мама придет, если я не забуду. Нет. У меня такого не было. Нет. Взрослые люди там целуются. Да. Нет. Мама брала воду. Полный рот. Вот как полный рот брала. Вот так раз водичку в рот тебе. Ну причем ты подзывала рыбу? Я птички, да? Вдруг там. А может это какая-то форма... А может это какая-то форма... Я слышал такое. Подожди. Ну в древних временах. Ты слышал такое? Может такое было? Может она грела ртом. Я не знаю. Да не грела на ничем. Мы холодную воду пили в детстве. А почему мух пить? Не знаю. Мух пить? А почему это делать? А почему это делать? А почему это делать? А почему это делать? Да. Да. Ну и буду точно уже не сошел. Я помню мама запрятала. Ты никогда больше уже с этой теми не возвращался? Я помню мама прятала соску, а потом показала. Такая сося, ай, сося. Мне пять лет было. Я опять смотрю ту соску. Где-то месяца два не сосал ту соску. Опять схватил. Я помню школу. Соскальный рефлекс сос хорошо развит. Это надо применить. У меня что есть. Мне не насосывать ничего. Тренировался шесть лет. Да. Ну прекрасному пределу нет. Ну не знаю. Просто я говорю, что я помню, я в школу ходил еще. Первый класс, прям мою соску сосал. Мне кажется соску до года мама говорила, но потом, когда мне было три года, мы поехали на море. Я ела грушу, и меня оса укусила прямо губу. Я очень сильно плакала и кричала на пляже. И мы пошли быстро в аптеку, купили соску, чтобы вот закрыть. Леся уже другая хотела. Леся на выпуск. Наверное. Ты его да. Ну если в аптеке не было, пришлось бы решать как-то на месте. Ха-ха-ха. Как тебе с пользой? Привычка детства на пользу пошла, Игорь. С тех пор виртуоз Леся. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Блин. А тебе мама не делала так подничку в рот? Ха-ха-ха. Ха-ха. Ни кто бы слышал? Ха-ха. 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 Когда дети живут тыbons и уже сексуальный описок. Ха-ха. Все сразу припепел. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так как вいて социальных описок. Ха-ха-ха. На остановке. А Вы с ним мамой спали до скольки лет? А я не помню, что я вообще с ней спал сегодня. 18 hobbens присотом. Лhhha. Не купала мама долго, ну как... Я не помню, чтобы мама купала. Все ты рассказываешь. Я не могу понять. Вот я не помню, чтобы мама купала меня. Вот я помню, что я всегда один купался в коры troubling. А ты коробышься. но я не помню от этого а тебя мама купала игорь раз в неделю 0 если но в селе когда корыто когда греется вода в одной воде купается мама потом профильтровал и борь старый отстоялась от атаку и марлю все помылось на варческий не буду меняли мы родной воде не но я утром хожу в душ вечером хожу в душах и все время так даже летом и раза четыре могу в душ пойти жарко я приду в душ вечером душ утром душ потом еще в душ эти дома да просто охлаждаюсь когда мне тоже хочется фантан матушка ухода матушка лет аллергия отоскали сомой по миру пошла так и сделаю ехать мне батьки не подарили как тебе поэтому мне придется заработать ну так батьки живи здоровый молодец так у меня тоже мама есть хорошо и сюда больше мы хотим чтоб моими дедворожили и твару то спасибо что она хочет с тобой общаться все пока чекуреки вина точно есть целая чебуречница пока целоваться буду под машину не попадай веришь давай до завтра приезжайте короче ходим а то опять давай сюда зайдем приехал на час и пошел на это давай Игорь пока пока пока